Отец четверых детей. Да. Что это? Они так все понимают. Они все повторить могут. Подъем! Первый год подъем! Кадетский корпус, он как раз был создан по благословению. Бачки. Сначала было пять человек, ребят. Ну, сейчас тут уже 51. Корпус небольшой. Благодаря нашему попечителю он был отстроен, отреставрирован. Ну, и то все равно места мало. А желающих много. Вот у нас корпусы, наверное, еще чем отличается вообще от корпусов России? Тем, что, во-первых, он в православной обители. И, во-вторых, у нас нет тестирований. Потому что обычно в корпусах берут ребят, которые по поведению у них там неплохо, по учебе у них неплохо. А с остальной категорией кто будет работать? Остальная категория, которая хочет учиться? У них-то не получается сюда попасть. Вот, поэтому мы должны со всеми работать. Поэтому мы работаем со всеми. Ну, бывают у нас ребятишки именно трудные, с которыми, как бы, как бы, женщина уже не справляется, поэтому приходится нам вступать уже в бой. Бывают такие ситуации, что просто кровь в шелах стынет, когда слушаешь историю, почему человек хочет отдать ребенка, и почему он действительно не может его там воспитывать сам. В самом деле не может. На глазах у девочки ее дядя убивает свою мать и ее бабушку ножом. Бабушка не дала денег на водку, и он ее, значит, вот. Эта вот маленькая девочка все это видит. А мама у нее в это время в тюрьме, второй дядя в тюрьме, этот только вышел. И после этого, когда к нам обратились с просьбой взять эту девочку, ну, как же мы можем такую девочку не взять? Много таких ситуаций. Мальчик из одного из отдаленных городов оказался на улице. Мама пила, папа работал в вахтовых каких-то работах, а потом папа умер. Поскольку его не кормили днями, мальчик стал общаться с какой-то компанией, где, по крайней мере, поесть давали. А потом мне говорят, ну, поесть-то, поесть, а нужно заработать. Заработать, понятно, не руками. Ну, что, говорит, телефон отобрать слабо, пошел отобрал телефон. Ну, и потом второй, третий раз. Потом головное дело возобращено, мальчик, бега, попал к нам. Был срок условный. Ну, там, конечно, подлиночка успела там закраться, но он не безнадежный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На месте! У нас перво-наперво это была такая методическая, наверное, даже уловка, чтобы поставить в оглоблю вот этих трудных детей. Ну, никакие методы на них уже не действовали, как бы, да. А вот когда сказали, ребят, все, значит, начинаем жить по армейским законам, надели их форму, то есть одно вот это уже их начало дисциплинировать, они с удовольствием на это пошли. Хотя в установке такой, как бы у нас не существует, что-то должен быть военным, да, обязательно на выходе. Хотя, честно говоря, я сторонник того, чтобы все-таки детишек, ребят, вообще готовить к военной службе нужно с детства. Тема нашего сегодняшнего занятия – неполная разборка-сборка автомата калашнику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята сами вольны выбирать идти дальше на военную службу или на гражданскую службу. Это как им Господь на сердце положит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас заряжаем, ждем моей команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая главная наша задача сейчас – воспитать их недисциплинированных, самодисциплинированных людей, которые должны потом в дальнейшем работать на благо нашего Отечества. В общем-то, у нас уже есть несколько человек, которые на младшего командира, даже в армию, на сержанскую должность они вполне могут стать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уехать, потому что думают, ну, столько мальчиков, сейчас начнут матом ругаться. Но на секунду буквально задержались и в изумлении остановились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА